Валентина Асеева. Волшебное слово. Какой день! Кузнечик вспрыгнул на бугорок, погрел на припёке зелёную спинку и, потирая лапки, затрещал. — Прекрасный день! — Отвратительный! — отозвался дождевой червяк, глубже зарываясь в сухую землю. — Как? — подпрыгнул кузнечик. — На небе ни одного облачка. Солнышко так славно припекает. Каждый скажет — Прекрасный день! — Нет! Дождик, да мутные тёплые лужи — это прекрасный день! Но кузнечик не согласился с ним. Спросим третьего, решили они. В это время муравей тащил на спине сосновую иглу и остановился отдохнуть. — Скажите, — обратился к нему кузнечик, — какой сегодня день? Прекрасный или отвратительный? Муравей вытел лапкой пот и задумчиво сказал. — На этот вопрос я отвечу вам после захода солнца. Кузнечик и червяк удивились. — Что ж, подождём. После захода солнца пришли они к большому муравейнику. — Ну, какой сегодня день, уважаемый муравей? Муравей показал на глубокие ходы, прорытые в муравейнике, на кучу сосновых иголок, собранных им, и сказал. — Сегодня чудесный день! Я хорошо поработал и могу спокойно отдохнуть. Болтушки Три сороки сидели на сукум и болтали так, что дуб трещал и отмахивался зелёными ветками от болтушек. Вдруг из лесу выскочил заяц. — Подружки-болтушки, придержите язычки, не говорите охотнику, где я. Присел заяц за куст. Замолчали сороки. Вот идёт охотник. — Не втерпёшь первой сороки! Завертелась она, захлопала крыльями. — Кра-кра-кра! Удобный сучук, да болит язычок. Посмотрел охотник наверх. Не стерпела и вторая сорока. Широко раскрыла клюв. — Кра-кра-кра! Поговорить! Оглянулся кругом охотник. Не стерпела и третья сорока. — Трум-трум! За кустом! Выстрелил охотник в кусты. — Проклятые болтушки! Крикнул заяц и помчался, что было духу. Не догнал его охотник. А сороки долго удивлялись. — За что же это нас обругал заяц? Добрая хозяюшка. Жила-была девочка. И был у нее петушок. Встанет утром петушок, запоет. — Ку-ку-рику! Доброе утро, хозяюшка! Подбежит к девочке. Поклюет у нее из рук крошки. Сядет с ней рядом на заваленке. Пёрышки разноцветные, Словно маслом смазаны. Гребешок на солнышке золотом отливает. Хороший был петушок. Увидела как-то раз девочка у соседки курочку. Понравилась ей курочка. Просит она соседку. — Отдай мне курочку, А я тебе своего петушка отдам. Услыхал петушок, Свесил на сторону гребень, Опустил голову, да делать нечего. Сама хозяйка отдает. Согласилась соседка. Дала курочку, взяла петушка. Стала девочка с курочкой дружить. Пушистая курочка, тепленькая. Что день-день, свежее яичко снесет. Кудах-тах-тах, моя хозяюшка, Кушай на здоровье яичко. Съест девочка яичко, Возьмет курочку на колени, Пёрышки ей гладит, Водичкой поет, пшеном угощает. Только раз приходит в гости соседка с уточкой. Понравилась девочке уточка. Просит она соседку. — Отдай мне твою уточку, Я тебе свою курочку отдам. Услыхала курочка. Опустила пёрышки. Опечалилась. Да делать нечего. Сама хозяйка отдает. Стала девочка с уточкой дружить. Ходит вместе на речку купаться. Девочка плывет и уточкой рядышком. — Тась-тась-тась, моя хозяюшка, Не плыви далеко, В речке дно глубоко. Выйдет девочка на бережок, И уточка за ней. Приходит раз сосед, За ошейник щенка ведет. Увидала девочка. Ах, какой щенок хорошенький. Дай мне щенка, возьми мою уточку. Услыхала уточка, Захлопала крыльями, Закричала. Да делать нечего. Взял её сосед, Сунул подмышку и унес. Погладила девочка щенка и говорит. Был у меня петушок, Я за него курочку взяла. Была уточка, я её за... Была курочка, я её за уточку отдала. Теперь уточку на щенка променяла. Услышал это щенок, Поджал хвост, спрятался под лавку. А ночью открыл лапой дверь и убежал. Не хочу с такой хозяйкой дружить. Не умеет она дружбой дорожить. Проснулась девочка, Никого у неё нет. Кто всех глупее? Жили-были в одном доме Мальчик Ваня, Девочка Таня, Пёс Барбос, Утка Устинья И цыплёнок Боська. Вот однажды Вышли они все во двор И уселись на скамейку. Мальчик Ваня, Девочка Таня, Пёс Барбос, Утка Устинья И цыплёнок Боська. Посмотрел Ваня направо, Посмотрел налево, Задрал голову кверху. Скучно. Взял да и дёрнул за косичку Таню. Рассердилась Таня. Хотела дать Ване сдачи. Да видит мальчик большой и сильный. Ударила она ногой Барбоса. Завизжал Барбос, Обиделся, Оскалил зубы. Цапнул Барбос, Утку Устинью за хвост. Всполошилась утка, Пригладила свои пёрышки. Хотела цыплёнка Боську клювом ударить. Да раздумала. Вот и спрашивает её Барбос, Что же ты, утка Устинья, Боську не бьёшь? Он слабее тебя. Я не такая глупая, как ты, Отвечает Барбосу утка. Есть глупее меня, Говорит пёс. И на Таню показывает. Услыхала Таня. И глупее меня есть, Говорит она. И на Ваню смотрит. Оглянулся Ваня, А сзади него никого нету. Волшебная иголочка. Жила-была Машенька-рукодельница. И была у неё волшебная иголочка. Сошьёт Маша платье. Сама себя платье стирает и гладит. Разошьёт скатерть пряниками и конфетами. Постелит на стол. И впрямь сладости появляются на столе. Любила Маша свою иголочку. Берегла её пуще глаза. И всё-таки не уберегла. Пошла как-то в лес по ягодой. И потеряла. Искала, искала, все кустики обошла. Всю травку обшарила. Нет, как нет её иголочки. Села Машенька под дерево и заплакала. Пожалел девочку ёжик. Вылез из норки и дал ей свою иголку. Возьми, Машенька. Может, она тебе пригодится. Поблагодарила его Машенька. Взяла иголочку. А сама подумала, не такая моя была. И снова заплакала. Увидала её слёзы высокая сосна. Бросила ей свою иголку. Возьми, Машенька. Может, она тебе пригодится. Взяла Машенька. Поклонилась сосне низко. И пошла по лесу. Идёт, слёзы утирает. А сама думает, не такая эта иголочка. Моя лучше была. Вот повстречался ей шелкопряд. Идёт, шелки придёт. Весь шелковой ниткой обмотался. Возьми, Машенька, мой шелковый моточек. Может, он тебе пригодится. Поблагодарила его девочка и спрашивает. Шелкопряд, шелкопряд. Ты давно в лесу живёшь. Давно шелк придёшь. Золотые нитки делаешь из шелка. Не знаешь ли, где моя иголка? Задумался шелкопряд, покачал головой. Иголка твоя, Машенька, у бабы-яги. У бабы-яги костяной ноги. В избушке на курьих ножках. Только нет туда ни пути, ни дорожки. Мудрёно достать её оттуда. Стала Машенька просить его рассказать, где баба-яга костяная нога живёт. Рассказал ей всё шелкопряд. Идти туда надо не за солнцем, а за тучкой. По крапивке да по колючкам. По овражкам да по болотцу. До самого старого колодца. Там и птицы гнёзд не вьют. Одни жабы да змеи живут. Да стоит избушка на курьих ножках. Сама баба-яга сидит у окошка. Вышивает себе ковёр-самолёт. Горе тому, кто туда попадёт. Не ходи, Машенька, забудь свою иголку. Возьми лучше мой моточек-шёлку. Поклонилась Машенька шелкопряду в пояс. Взяла шёлку-моточек и пошла. Страшно Машеньке к бабе-яге идти. Да жалко ей свою иголочку. Вот выбрала она в небе тёмную тучку. Повела её тучка по крапивке да по колючкам. До самого старого колодца. До зелёного мутного болотца. Туда, где жабы да змеи живут. Туда, где птицы свои гнёзда не вьют. Видит Маша избушку на курьих ножках. Сама баба-яга сидит у окошка. А из трубы торчит совиная голова. Увидела Машу страшная сова. Да как заохает, закричит на весь лес. О-о-о-о-о-о! Кто здесь? Кто здесь? Испугалась Маша. Подкосились у неё ноги от страха. А сова глазами ворочает. А глаза у неё как фонари светятся. Один жёлтый, другой зелёный. Всё кругом от них жёлто да зелено. Видит Машенька некуда ей деться. Поклонилась сове низкой и просит. Позволь, совушка, бабу-ягу повидать. У меня к ней дело есть. Засмеялась сова заохала. А баба-яга ей за кошка кричит. Сова моя, совушка! Само жаркое нам в печку лезет. И говорит она девочке так ласково. Входи, Машенька, входи. Подошла Машенька к избушке и видит. Одна дверь с железным засовом задвинута. На другой тяжёлый замок висит. На третий летая цепь. Бросила ей сова три пёрышка. Открой, говорит двери. Да входи поскорей. Взяла Маша одно пёрышко. Приложила к засову. Открылась первая дверь. Приложила второе пёрышко к замку. Открылась вторая дверь. Приложила на третье пёрышко к литой цепи. Упала цепь на пол. Открылась перед ней третья дверь. Вошла Маша в избушку и видит. Сидит Баба Яга у окошка. Нитки на веретену мотает. А на полу ковёр лежит. На нём крылья шёлком вышиты. И Машина иголочка в недошитое крыло воткнута. Бросилась Маша к иголочке. А Баба Яга как ударит по велому о пол. Как закричит. Не трогай мой ковёр самолёт. Подмети избу и стопи печку. А вечером я тебя съем. Машенька Баба Яге не перечит. Избу пометает. Сор собирает. Улетела Баба Яга. А Машенька схватила иголочку. И ковёр дошивать. Шьёт, вышивает. Головы не поднимает. А сова ей кричит. Девочка! Девчонка! Почему из трубы дым не поднимается? Отвечает ей Машенька. Сова моя совушка. Плохо печь разгорается. А сама дрова кладёт. Огонь разжигает. А сова опять. Девчонка! Девчонка! Кипит ли вода в котле? А Машенька ей отвечает. Не кипит вода в котле. Стоит котёл на столе. А сама ставит на огонь котёл с водой. И опять за работу садится. Шьёт Машенька, шьёт. Так и бегает иголочка по ковру. А сова опять кричит. Топи печку! Я есть хочу! Подложила Маша дров. Пошёл дым к сове. Вода в котле закипела. Девчонка! Девчонка! Кричит сова. Садись в горшок. Накройся крышкой и полезай в печь. А Маша ей говорит. Я бы рада тебе, совушка, угодить. Да в горшке воды нет. А сама всё шьёт и шьёт. Вынула у себя сова пёрышки и бросила ей в окошко. На! Открой двери! Сходи за водой. Да смотри, коль увижу, что ты сбежать собираешься. Крикну бабу Ягу. Она тебя живо догонит. Машенька говорит. Сова моя, совушка, сойди в избу, да покажи, как надо в горшок садиться. Как крышкой накрыться? Рассердилась сова, да как прыгнет в трубу. И сама в котёл угодила. Задвинула Маше заслонку, а сама села ковёр дошивать. Вдруг задрожала земля, зашумело всё вокруг. Вырвалась у Маши из рук иголочка и тихонько так Машеньке говорит. «Бери, ковёр, самолёт, беда на нас идёт!» Схватила Машенька ковёр-самолёт, открыла совиными пёрышками двери и побежала. Прибежала в лес, села под сосной ковёр дошивать. Белеет в руках проворная иголочка, блестит, переливается шёлковый моточек ниток. Совсем немножко остаётся дошить Маше. А баба Яка вскочила в избушку, потянула носом в воздух и кричит. «Сова моя, совушка, где ты гуляешь? Почему меня не встречаешь?» Вытащила она из печки котёл, съела она всю похлёбку до самого донышка. Глядит, а на донышке совиные пёрышки. Глянула вокруг, а ковра-то нет. Догадалась она тут, в чём дело, затряслась от злости. «Я тебя! Я тебя! За совушку-сову в клочки разорву!» Скочила она помело и взвелась и на воздух. Летит, сама себя веником погоняет. А Машенька под сосной сидит, шьёт, торопится. Совсем немного ей осталось. Спрашивает она сосну высокую. «Сосна моя милая, далеко ли ещё Баба Яга?» Отвечает ей сосна. Пролетела Баба Яга зелёная луга. Помелом взмахнула на лес, повернула. Ещё пущет, торопится Машенька. Уж последний стежок ей остаётся. Да нечем дошить. Кончились у неё нитки шёлковые. Заплакала Машенька. Вдруг откуда ни возьмись, шёлкопрят. «Не плачь, Маша, она тебе шёлку. Вдень мою нитку в иголку». Взяла Маша нитку и опять шьёт. Вдруг закачались деревья. Поднялась дыбом трава. Налетела Баба Яга, как вихрь. Да не успела она на землю спуститься, как подставила ей сосна свои ветки. Запуталась она в них и прямо около Маши на землю упала. А уж Машенька последний стежок дошила и ковёр-самолёт расстелила. Только сесть на него остаётся. А Баба Яга уже с земли поднимается. Бросила в неё Маша ежиную иголку. Прибежал старый ёж, кинулся к Бабе Яге в ноги, колет её своими иголками, не даёт с земли встать. А Машенька тем временем на ковёр вскочила. Взвился ковёр-самолёт под самые облака и в одну секунду домчал Машеньку домой. Стала она жить, поживать, шить и вышивать людям на пользу, себе на радость. А иголочку свою берегла пущи глаза. А Бабу Ягу затолкали ежи в болото. Там она и затонула на веки вечные. Волшебное слово Маленький старичок с длинной седой бородой сидел на скамейке и зонтиком чертил что-то на песке. «Подвиньтесь!» сказал ему Павлик и присел на край. Старик подвинулся и, взглянув на красное, сердитое лицо мальчика, сказал «С тобой что-то случилось?» «Ну ладно, вам-то что?» покосился на него Павлик. «Мне ничего. А вот ты сейчас кричал, плакал, ссорился с кем-то». «Ещё бы!» сердито буркнул мальчик. «Я скоро совсем убегу из дома». «Убежишь?» «Убегу!» «Из-за одной Ленки убегу!» Павлик сжал кулаки. «Я ей сейчас чуть не поддал хорошенько. Ни одной краски не даёт. А у самой сколько?» «Не даёт?» «Ну, из-за этого убегать не стоит. Не только из-за этого. Бабушка за одну морковку из кухни меня прогнала. Прямо тряпкой, тряпкой!» Павлик запосопел от обиды. «Пустяки!» сказал старик. «Один поругает, другой пожалеет». «Никто меня не жалеет!» крикнул Павлик. «Брат на лодке едет кататься, меня не берёт!» «Я ему говорю, возьми лучшее, всё равно я от тебя не отстану! Вёсла утащу, сам в лодку залезу!» Павлик стукнул кулаком по скамейке и вдруг замолчал. «Что же, не берёт тебя брат? А почему вы всё спрашиваете?» Старик разгладил длинную бороду. «Я хочу тебе помочь! Есть такое волшебное слово!» Павлик раскрыл рот. «Я скажу тебе это слово, но помни, говорить его надо тихим голосом, глядя прямо в глаза тому, с кем говоришь. Помни, тихим голосом, глядя прямо в глаза». «Какое слово?» Старик наклонился к самому уху мальчика. Мягкая борода его коснулась Павликовой щеки. Он прошептал что-то и громко добавил. «Это волшебное слово! Но не забудь, как нужно говорить его!» «Я попробую!» усмехнулся Павлик. «Я сейчас же попробую!» Он вскочил и побежал домой. Лена сидела за столом и рисовала. Краски зеленые, синие, красные лежали перед ней. Увидев Павлика, она сейчас же сгребла их в кучу и накрыла рукой. «Обманул старик!» с досадой подумал мальчик. «Разве такая поймет волшебное слово?» Павлик боком подошел к сестре и потянул ее за рукав. Сестра оглянулась. Тогда, глядя ей в глаза, тихим голосом мальчик сказал «Лена, дай мне одну краску!» «Пожалуйста!» Лена широко раскрыла глаза, пальцы ее разжались и, снимая руку со стола, она смущенно пробормотала «Какую тебе?» «Мне синюю!» робко сказал Павлик. Он взял краску, подержал ее в руках, походил с нею по комнате и отдал сестре. Ему не нужна была краска. Он думал теперь только о волшебном слове. «Пойду к бабушке!» «Она как раз стряпает!» «Прогонит или нет?» Павлик отворил дверь в кухню. Старушка снимала с противня горячие пирожки. Внук подбежал к ней, обеими руками повернул к себе красное морщинистое лицо, заглянул в глаза и прошептал «Дай мне кусочек пирожка!» «Пожалуйста!» Бабушка выпрямилась. Волшебное слово так и засияло в каждой морщинке, в глазах, в улыбке. «Горяченького!» «Горяченького захотел, голубчик мой!» приговаривала она, выбирая самый лучший румяный пирожок. Павлик подпрыгнул от радости и расцеловал ее в обе щеки. «Волшебник! Волшебник!» повторял он про себя, вспоминая старика. За обедом Павлик, сидевший притихший, и прислушивался к каждому слову брата. Когда брат сказал, что поедет кататься на лодке, Павлик положил руку на его плечо и тихо попросил «Возьми меня, пожалуйста!» За столом сразу все замолчали. Брат поднял брови и усмехнулся. «Возьми его!» вдруг сказала сестра. «Что тебе стоит?» «Ну, отчего же не взять!» улыбнулась бабушка. «Конечно, возьми!» «Пожалуйста!» повторил Павлик. Брат громко засмеялся, потрепал мальчика по плечу, взъерошил ему волосы. «Эх ты, путешественник! Ну, ладно, собирайся!» «Помогло! Опять помогло!» Павлик выскочил из-за стола и побежал на улицу. Но в сквере уже не было старика. Скамейка была пуста. И только на песке остались начерченные зонтиком непонятные знаки. «Помогло!» Продолжение следует...